Здравствуйте! Сегодня я покажу небольшое видео, как сделать такого вот котика для развивающей странички ферма. Итак, я вырезала выкройку. Тельце две части, две части головы, два уха и один хвостик. Скотчем приклеиваю к фетру, так, чтобы экономно было. И для удобности я вырежу маленький кусочек из фетра и уже из него буду вырезать все детальки. Детальки вырезаны, можно проверить, чтобы все было одинаково. Теперь будем делать мордочку котику. Нужно взять часть головы, где у нас нарисованы глазки и я делаю дырочки. Дыроколом можно также воспользоваться большой иголкой, сложив выкройку и сделаю дырочки, чтобы на одинаковом расстоянии были глаза. Вот нарисовала карандашом. Теперь на этом месте черными нитками будем вышивать глазки. Сначала я делаю, ставлю крестик и потом делаем уже глазки в виде снежинок, то есть заполняем все части крестик. Сделав первый глазик, закрепляю нитку на изначной стороне и вывожу на второй глазик нитку. Делаем второй. Вот так это выглядит уже. Опять закрепляю нитку и теперь будем делать ему носик. Он будет в виде треугольника. Уголок идет к низу, получается, вот нижний уголок. Сначала ниткой сделайте треугольник, потом уже заполняйте треугольник, чтобы краешки были ровные. И продолжаем вот таким образом. Сделали мордочку, теперь закрепляем нитку и делаем ему усики. Вот так закрепляем нитки и обрезаем. Теперь сшиваем две части головы, выводим нитку, прячем узелок и начинаем с нижней части, чтобы нам ушки потом не мешали наполнять голову. И обмёточным стежком обрабатываем край, потом уже подкладываем ушки и продолжаем обрабатывать край. В месте, вот где ушко, с этой стороны иголку я ставлю через три слоя, а назад возвращаю только в ушко. Вот так. Продолжаем обрабатывать и оставляем буквально около полутора сантиметров свободным. Берем синтепух или синтепон, если что у вас, и наполняем голову. И дальше обрабатываем до конца. Закрепляем нитку несколько раз и выводим нитку, чтобы остался длинный краешек, где-то сантиметр-полтора, чтобы остался. И прячем его, вот так выводим. Получилась голова. Теперь пришиваем липучку. Смотрим, как вот у нас будет идти тело. И с этой стороны пришиваем колючую часть липучки. Пришиваем на машине, где-то миллиметр от края. Прямой строчкой. Пришили липучку. Так это выглядит. Теперь прикладываем все детальки, чтобы сориентироваться, где у нас будет пришиваться хвост у котика. Приблизительно вот так. Теперь хвостик я пришиваю за краешек к фетру, вот в том месте, где у нас липучка пришита уже, чтобы он хорошо держался. Пришила, закрепила нитку, и теперь нужно вывести иголку ориентировочно к шее котика. Вот где-то вот так. Прикладываем вторую часть тельца и обмёточным швом обрабатываем край. Вот место, где идёт хвост, пришиваем же таким образом, как и ушки пришивали. Осталось приблизительно полтора сантиметра. Теперь набиваем тельца. Здесь у нас есть три ножки. И начинаем с самой тоненькой, передней. Вот передние две лапки. Вот средняя уже потолще будет, вторая. И потом только уже задние лапки, которые тут вот вместе они. И когда уже набили все ножки, набиваем уже само тело, чтобы не было нигде пустых мест. Вот так наполнила, и продолжаем обрабатывать обмёточным швом. Обработали, закрепили нитку, и не обрезая нитку, будем пришивать голову. Прикладываем голову и пришиваем её, сшиваем с тельцем так, чтобы нитка ложилась точно в вот эти нитки, где шёл у нас обмёточный шов. То есть в этом месте по вот этой длине, где будет пришиваться голова, если по всему телу идёт в одну нитку, то здесь уже вот так, если посмотреть, то будет идти как будто бы обмёточный шов идёт в две нитки. То есть только по старым швам и пришиваем вот эту голову. Здесь, конечно, придётся немножко помучиться, потому что не очень удобно так шить. Когда уже всё пришили, закрепляем нитку, обрываем её. Вот так выглядит. Извините, не обрываем, а выводим опять край, и потом только уже обрезаем. Вот получился такой котик. Спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...